МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году, третий год, со Ставропольским краем делит первое и второе место, делит по безопасности в регионе Северокавказском. Это и по сводкам, и по всем направлениям. Это процесс хороший. Хотя, опять подчеркну, мы видим тех, кто находится в розыске, я имею в виду те скрытые резервы, которые есть у бандитов, не только у членов банк-подполья, да, и в различных преступных сообществах. Мы это тоже видим, и вопросы сегодня, когда мы заостряем больше внимания не на борьбу с банк-подпольем, а на борьбу с экономическим преступлением, это большой тоже плюс-показатель стабильности в регионе в плане криминогенной составляющей. Поэтому я бы подчеркнул, что все-таки стабильно и спокойно в республике, и при ожидании того, что и при возможности некоторых банд-групп совершить вылазки, тем не менее, мы готовы и к этому. Сегодня это стабильно, спокойно, развивающий регион, и инвесторы, и туристы спокойно могут приезжать, что и делают сегодня в республике Ингушетия. У нас есть данные по некоторым нашим землякам, которые находятся в Сирии, и по разным оттенкам их было до 30, но проверка показала, что по 12 человекам подтвердилось, ну не доказательно, но все-таки подтвердилось в плане каком, что мы их не нашли нигде, а по остальным доказали, что они не там. Кто находится в Бельгии, кто в Германии, кто в Турции туристическим бизнесом занимается. То есть, доказали, мы увидели, что они не воюют, не поехали куда-то воевать, а занимаются бизнесом. А 12 человек, они просто вне поля деятельности. По одному была информация, но она подтвердила, что там погиб один наш парень в Сирии. Поэтому есть такая информация, мы особо не скрываем.